Сегодня мы собрались для того, чтобы затронуть темы строительства в нашем городе, особенно на Дне-Востоке. Здесь присутствуют, меня зовут Анна Вадимовна Мяук. Я архитектор, занималась городостроительством, потом стала специализироваться на вопросах охраны объекта культурного наследия. Туда входят и городостроительные вопросы тоже. Ирина Борисовна, член Коракадемии архитектуры, Тоже архитектор, занимается городостроительством очень много лет. Наталья Витальевна архитектор, художник, преподаватель кафедры. Департамента архитектуры и дизайна, акцент? Да. Она со студентами занимается очень много разными проектами. В том числе они разработали проект установки памятника крейсеру «Виллер». Ну, это профессиональный проект, да, это не студенческая работа. Это профессиональный проект, в котором, если будет возможность, то немножко можно будет поговорить о том, что... Вот. Поскольку исполнилось 200 лет уже, да, события? 120 лет в этом году, 14 августа и по старому стилю 1 августа героическому сражению, посвященному, ну, который был как раз в этот период в 1904 году, вот, и крейсер «Рюрик» погиб, но не сдался. И этот подвиг, патриотизм неукавечен никак, не мирно. И поэтому хотелось бы эту тему затронуть, и проект как раз-то монументом был сделан для нашего города. Ну, я начну презентацию. Немного хочу пробежаться по тем характерным особенностям, в плане градостроительства, особенностям города, которые вкладывают его историческое лицо, его облик, тот, который отличает каждый город один от другого. И, конечно, можно говорить о городе Владивостоке. А вот и любая фотография, которая очень хорошо иллюстрирует все особенности города. Это его фруктной рельеф, наличие массовой исторической застройки, ансамбли в улице Слепланской и даже доминирующих зданий храмовых, таких как католический костюм. Давайте следующий. Вот здесь, на этой карте, показано в отношении территорий города всего, всего Владивостока, какую площадь занимает исторический центр на Желкая Ферма. То есть это всего лишь 3% от общей площади города. А красным цветом показаны сооружения Владивостокской крепости. Это их территории. То есть до сих пор можно сказать, что город Владивосток находится внутри крепости. Это более 129 лет. Давайте дальше. На протяжении вот этих лет, начиная с 1992 года, я занималась очень много исследованиями и выполнили много проектов зон охраны, которые были подготовкой, подготовителем этапом для того, чтобы в настоящее время появился проект достопримечательного места. Исторический центр Владивостока. Это предыдущие проекты, которые были сделаны на восточную часть, на западную часть. И разработаны два достопримечательных места. Это Механический завод Владивостокского военного порта и экипажный. Вообще достопримечательное место – это такой вид объекта культурного наследия. Есть памятники, есть ансамбли, а есть достопримечательные места. То есть это какие-то территории, которые обладают ценностью с точки зрения истории развития всего города. И в которых сосредоточены вот эти признаки, характерные для исторического облика этого города. Такие, как колбасный комбинат, на чьем труппе маринист сейчас стоит. Он стоял на учете в культуре. Нет, он не стоял. Был памятник архитектуры, и сейчас там стоит маринист. Это схема, которая иллюстрирует, какие территории были до 1922 года разработаны как проекты зоноохраны на территории исторического центра. То есть показаны памятники все, и те территории, которые были охватены этими проектами, утвержденные уже следующие. И это вот постановление НР-34 от 1998 года, которое расценивается Министерством культуры как объединенная охранная зона объекта культурного наследия, всех, которые находятся на этой территории. То есть обратите внимание, что включен туда парк Миного городка и полуостров Шкота, Табишки-Шей. Это все в эту территорию входило. То есть в 1998 году у нас уже появились хотя бы схематичные, но зоны охраны. Но здесь у нас написано перечень тех элементов, из которых складывается историческая среда, как мы его понимаем. Это природный ландшафт, историческая планировочная структура, то есть как улицы распланированы в городе, где площади, где скверы исторические. Это все планировочная структура историческая. Дальше это комплексная историческая застройка, то есть те кварталы, которые у нас есть во Владивостоке, их правда очень немного, но тем не менее. Плотная застройка Миллионки, там улицы Светландской, Океанский проспект, вот эти вот улицы, это представляет большую ценность, как такая цельная историческая среда. Дальше исторические, вот такие нематериальные, хотя они тоже материальные предметы, как историческая объемно-пространственная структура и композиция застройки. То есть эти вещи, это как раз те трудостроительные решения, которые нам достались от наших предшественников. Как они запланировали всю композицию улицы Пушкинской, например, где у нас есть и рядовая застройка, и застройка жилая на рельефе, есть доминирующие здания, есть акценты архитектурные. И сама система зрительного восприятия. Сейчас мы очень бегло, немножко посмотрим иллюстрации, давайте дальше. Это исторический план, который иллюстрирует, каким был ландшафт до такой вот большой уже застройки. Первоначальный ландшафт города. Вы видите склон южный, который спешилен просто оврагами очень глубокими. То есть всё это вот было прям на зоне. А вот внизу очень интересная фотография, которая говорит нам, что уже в конце XIX века, в начале XX века, в самом, вот эти вот территории, где находится Матровский клуб сегодняшний, а тогда это было, значит, морское собрание, офицерские пределя, где музей Тофта в одном из них. И дальше, там где уница Пушкинская начинается, вот эти все скверы, они уже были благоустроены. И там существовала, существовала планировка своя, видите, стояли скамейки. Может быть, вам, наверное, не видно из-за плохого костюма, но слишком слепо. Но там уже полностью благоустройство не было. Ну, конечно, по теме меркам. Давайте дальше. Даже по современным меркам у нас такого благоустройства сейчас не хватает. Это было общественное пространство, как сейчас говорят. И оно было не просто так, возникло само по себе. Это было целенаправленное градостроительное решение наших градостроителей того времени, наших предшественников, которые нам это всё передали. Ну, это вот пробудет золотой урок, что вот этот объект водный является центром вообще всей композиции города и средоточием всей исторической, как бы, семантики нашего города. Вокруг него всё крутится. Благодаря ему возник вообще город. То есть он возник, потому что здесь было удобное место для того, чтобы стоять в городе. И так далее. И в настоящее время золотой урок продолжает быть центром, как бы, предложения труда людей. И играет очень огромную роль во всей жизни города. Поэтому мы его называем горизонтальная доминанта. Если брать термины нашего законодательства, значит, горизонтальная доминанта – это, значит, морская акватория, являющаяся центром, вокруг которого всё крутится. Историческая территория. Следующий конкурент. Дальше, значит, природный ландшафт. Вершины и крутые природные склоны, гор – это очень важные элементы композиции интерьеров улиц. То есть мы практически, может быть, находим по улицам, не замечаем этого, но везде, практически на любой улице, мы всегда можем наблюдать. Или в перспективе её вершину какую-то, или склон горы, или скальный какой-то выход и так далее. То есть в нашем городе невозможно проектировать, не учитывая всё это, не проводя этого анализа. Вот на верхней фотографии, налево, видите, там вверху кубический объём такой. Это не старый корпус, это новое здание, которое построено не на вот этом отроге, а которое стоит на городе. То есть, казалось бы, оно там в глубине где-то стоит, и вот, пожалуйста, начинка, главная улица города, мы его видим. Никто этого внимания не принимал. И вот этот вот лапидарный совершенно безликий объём, значит, теперь у нас будет завершать перспективу нашей главной исторической улицы. Поехали дальше. Так. Ну, я уже сказала, что у нас очень много комплексной исторической застройки в городе сохранилось, и всё это мы постарались учесть в проекте. Давайте дальше. Вот, характерная черта очень для нашего города, которая, неотъемлемая черта его, это связь с акваториями. Практически все улицы, которые имеют меридиональное направление, они ориентированы на бухту Солотой Рог. И они ничем не закрыты. В общем, так же можно по обычному зоню провести аналогию. Так вот, вот это свойство композиции, это как раз то, что должно передаваться дальше. Но сохраняться, во-первых, то, что имеем сохранять. И в новые застройки, уже в новых районах, нужно эту линию поддерживать. То есть, не затыкать новыми объемами улицы, пространство улиц, которые мы проектируем. Дальше давайте. Следующая особенность – это композиция застройки, композиция оформления перекрестков. Когда перекресток рассматривается как маленькая площадь и отмечается какими-то архитектурными акцентами, и это сразу создает некий такой доминирующий узел планировки. Он отмечен вот этими деталями. Но это, собственно говоря, характерно для всей архитектуры этого времени. Во всех наших городах, где застройка есть конца 19-го, 20-го века, это присутствует в большинстве. Дальше мы поехали. И, конечно, застройка на рельефе, она создает такой каскадный характер, когда здания сбегают по склону, они примерно одного масштаба, и повторяют склон своими формами. И это связано, конечно, с появлением множества лестниц, подпорных стен, которые также формируют среду нашего форма. Объемная пространственная композиция, вот про Пушкинскую я уже сказала, что там присутствуют вот такие выдающиеся памятники архитектуры, формирующие наши улицы. Дальше поехали. И вот ансамбль улицы Пушкинской – это единственный вообще в городе ансамбль такой, в котором есть, как я уже говорила, и рядовые здания, и застройка жилая, и общественные выдающиеся доминирующие здания. Раньше это всегда были, и сейчас тоже, собственно говоря, храмы были доминирующими сооружениями, которые организовывали вокруг себя пространство, и, соответственно, для них выбиралось место. Это обычно или выдающийся какой-то выступ рельефа, как для костюма, например. Давайте следующий кладем. Народный дом, например. Он стоит тоже на выступе рельефа и завершает перспективу улицы Пушкинской. Сейчас, правда, это совершенно не читается, потому что это здание заросло деревьями так, что его не видно. Но как раз вот одной из, так сказать, хотя это, казалось бы, мелочь такая, да, но вот это заросло, памятник Невельскому зарос так, что его вообще найти не могут гости города, когда их там посылаешь или туда, они не могут найти его. И на это в городе совершенно не обращаются внимания. Это, на мой взгляд, проблема, которую нужно будировать и решать как-то. Потому что о каком туризме можно говорить, если мы историческую среду нашу не содержим и не подаем в надлежащем, достойном ее виде. То есть вот Народный дом тоже, обратите внимание, как он стоит. Место тщательно выбиралось. На оси улицы Пушкинской и на вот этом таком сборке очень характерном. Следующий камень. И вот католический костер. Всю эту композицию завершает вот этот объект, который завершает всю вот эту композицию, которая начиналась от начала улицы Пушкинской, и начиналась она православным храмом, кафедральным собором Успенским, который, к сожалению, снесен. И вот эта вот вся цепочка доминант, она подводила в результате к костюму, который, к счастью, у нас охранился и продолжает исполнять свою градоформирующую роль на всем этом склоне. Вот эти фотографии иллюстрируют, как он воспринимается с самых разных точек, очень далек, практически вот этого, где-то 800 метров до памятника. И он здесь очень активно, так сказать, влияет на восприятие города. Поехали дальше. Вот. И, значит, связь с морем. Улица Светланская фактически является набережной. То есть на всем своем протяжении она имеет визуальную связь с бухтой Золотой Роб. Это и около монумента, и там, где офицерские фигеля ансамбль, значит, существуют разрывы большие между зданиями, которые позволяют нам... Если даже мы не видим акваторию, то мы ощущаем вот все вот это огромное пространство бухты. Мы видим мачту кораблей, мы видим противоположный пирик, его силуэт, и это все часть исторической среды нашего города. Поехали дальше. Ну, это вот иллюстрация того, что я сказала уже. Площадь даже тоже... Это уникальная площадь, которая второе такое не знаю, чтобы площадь выходила к морю. И, конечно, любая застройка с этой стороны совершенно недопустима, потому что это все потеряет свою ценность. Следующий план. И система зрительного восприятия. То есть, конечно, вот все эти панорамы замечательные, все те рядовые точки, которые у нас множество на территории исторического центра, они придают тот самый, ни на что не похожий характер городу, и должны быть предметом охраны. И они сейчас внесены в предмет охраны достопримечательного места, исторический центр. Обратите внимание вот на этот объект, который, видите, поднимается. Это улица Суханова, вы все знаете, да, спуска от фуникулера вниз. И мы видим на фоне вот этой замечательной, излюбительной панорамы один объект, который диссонирует слегка. Что это такое? Памятник коррупции. Это гостиница Хаят. Камера, да? Да, да, да. Давайте следующий план. Что здесь говорится о разного времени, идеях и о том, как они были воплощены, давайте следующий план. В общем-то, застройка периода после революции, ну, начиная с 30-х, где-то она началась, и заканчивая 60-м годом, она была архитекторами, которые учились до революции. И все те принципы, классические подходы к градостроительству, к архитектуре, они продолжались. И вот этот период так называемого сталинского вот этого неоплассицизма, он внес свой пласт, да, в архитектуру города Владивостока, и он, в общем-то, вписался хорошо и дополнил, внес там новые краски в облик города, потому что все эти объекты, они проектировались в классических формах и в классических традициях. Давайте следующий кадр. Ну, вот памятник борцам за Алайсабетов, как это, кстати сказать, это очень традиционная вещь тоже, которая по своему характеру тоже дополнила архитектуру центра, потому что памятник установлен точно так же, как памятник Немельскому, это первый самый монумент, в 1897 году он установлен. И он был установлен строго по оси улицы Успенской, которая сбегала сверху вниз, и мы видели на фоне букса Золотого Рока журненное силуэт памятника. Точно так же, значит, воспринимается и памятник борцам за Алайсабетов при взгляде на него сверху, с Океанского проспекта. И поэтому вот эта вся планировка центральной площади, это достойное и правильное продолжение всей композиции. Единственное, что вот центральная площадь, видите, она планировалась немного по-другому, конечно, и возникновение на ней высотного здания, конечно, слегка нарушила вот тот масштаб и тот характер застройки, который сложился в том времени. Давайте следующим. Ну, это то, что было сделано по благоустройству города в 50-е годы. То есть все вот эти вот скверы, спортивная гавань, сквер около памятника борца, пушкинский. Это все было сделано целенаправленно по, так сказать, единому решению руководящих товарищей. И это было очень красиво и хорошо. К сожалению, большинство из этих объектов новоустройства и декоративного управления, оно сейчас просто уничтожено уже. Давайте так. И тоже дополнение, которое возникло в 30-е годы, в некоторых случаях прямо дополняли физически исторические здания, такие как пристройка к железнодорожному управлению или же здания парохозства. Вот эта правая часть, если вы не знаете, то вот эта построена до революции, а вот эта часть построена в 55-м году. То есть архитектор в точности восприизвел исторический фасад и дополнил это здание очень деликатно, грамотно и правильно. Следующий кадр. Ну, это уже новые наши композиционные центры, современные, которые в стиле уже, как сказать, модернизма в 80-х годах были построены. Следующий кадр. Вот. И про современные включения. Ну, наверное, вы все их знаете, может быть даже не объяснять причину. Народный дом. Ну, это вот особенно меня, так сказать, огорчающая история, потому что вокруг Народного дома его обстроили начиная с 60-х, наверное, годов. Значит, то есть первое, что там было построено, это отельс, закрывшая дверь вот отсюда, вот здесь перед Народным домом, существует терраса специальная. Ну, мы были, наверное, все так. Она окружена такой красивой булюстрадой, сделан для того, чтобы люди, выходя, например, из библиотеки или разгоряченные, значит, выскакивали во время бала, прохладиться, значит, на эту террасу, и должны были любоваться бухтой Золотой Бухли. Так, как бы и было. Но вот несколько современных зданий, начиная с АТС, потом спортивный корпус, но и довершил все, значит, живой комплекс Магму, которые, к сожалению, не смогли предотвратить это строительство из-за... Короче, это можно долго рассказывать. Из-за бандитизма. Да, короче. Короче, я хочу сказать, что вот эти, которые я перечислила, особенности города Девостока, они предоставляют ценность. И чтобы их сохранить, нужно не просто их вот именно на этой территории сохранить, но и продолжать их в современной застройке. Тогда Владивосток не потеряет своего лица. Давайте дальше. Анна Владимировна, вот говорят, ну, говорите про Золотой Рог, а Амурский залив в целом, да, то есть у нас же есть еще с другой стороны, так же, с Пустики к морю, и Гершей. Конечно, да. Амурский залив, безусловно, тоже часть исторической среды, там, где он связан, спортивная гавань, это батарея безымянная, это улица Набережная, и вообще весь вот этот вот променад там внизу. Но даже вот столетие, у нас же тоже идет, по сути, спуск к воде со всех сторон города, то есть так как вот, в принципе, с трех, да, сторон морем умывается. Вот я не хочу об этом сейчас сказать, что вот эти вот раскрытия на море исторических, особенно исторических улиц, это очень большая ценность, и она, к сожалению, сейчас постоянно нарушается. Ну, вот что у нас? Вот, вот эта этажерка ржавая, значит, она стоит у нас на месте кинотеатра линьей. Раньше там, вот я показывала, благоустроенное, замечательное место было, сквер, значит, кафе мороженое, там помните, да, все, именно здесь. А теперь у нас там за дворки вот этих вот строений, значит, автостоянка автомашин, значит, выходят эти кондиционеры, там, что завешено, то есть это вот за дворки самые настоящие. И вот теперь еще украшения, вот это, значит, у нас там стоит. Вот, и продолжение о гостинице «Хаяк», которая возникла на самом берегу Амурского залива, и благодаря, вот, опять же, вот этому рельефу нашему, она настолько повлияла на множество вообще характерных и великолепных точек восприятия исторического центра, что даже тут невозможно все это перечислить. Но самое, самое, на мой взгляд, основное то, что имеет отношение к сегодняшней ситуации, о которой я дальше скажу, это то, что нарушена композиция мемориала морякам военно-морского флота, погибшим в годы Великой Отечественной войны. Архитекторы и скульпторы, которые проектировали этот мемориал, конечно же, имели в виду, что этот памятник стоит на берегове, бухты, и от него открывается широкая панорама на 180 градусов, которая и в восточную сторону, и в западную сторону, и видно там, значит, остров Русский, и пройдет по скорому восточному, и так далее. Но, к сожалению, теперь у нас мемориал воспринимается только вместе с гостиницей Хаят, а не с морской панорамой. И это, на мой взгляд, вредющее нарушение, которое пытался предотвратить союз архитекторов в свое время, когда только начали разговаривать об этой гостинице. Была очень тоже большая история, значит, прислали письма, там, чего-то не делали. Но, как говорится, собака лает, а слоны пьют. Дошла долго, дорогая, никому не нужна. Аква-марин. 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 Во-первых, он перекрыл перспективу улицы Арсеньева, как вы знаете, где она как раз спускается туда, в этом месте, и практически она теперь перекрыта. Во-вторых, рядом с этим объектом, буквально, ну, не знаю, в пяти, там, десяти метрах стоят здания памятники глухгажные, которые теперь превратились, то есть, непонятно, в вашу опись на фоне всего этого. Давайте дальше. Ну, и вот это продолжение, опять же, перспектива набережной, даже вид на любимый всеми золотой мост у нас. Вот как это было, как стало. И особенно неприятно то, что сама корабельная набережная оказалась отгороженной от моря вот этим всегда темным фасадом. А он всегда темный, потому что это северный фасад, он просто не освещается. северный фасадом. Ну, из-за ремка, наверное, запада может быть, но понравится. Но факт тот, что это тоже теперь задворки. И весь исторический центр, весь этот склон, включая Светландскую улицу от моря теперь отгорожен. Следующий отгорожен. Ну, и перспектива улицы Петра Великого. Если вы посмотрите в проем Аркента Салевича, то вы уже не увидите той панорамы в море, а вы увидите кусок гостиницы. Дальше. Ну, здесь у нас проанализированы решения генерального плана, которые действующего. Вот переходим к городостроительству теперь, да? То, что понимается под городостроительством. На предыдущих генеральных планах, на месте, вот о котором мы говорим сейчас, а говорить мы будем о площадке, перед памятником морякам торгового флота, погибших в годе войны. Вот на этом месте в предыдущем генеральном плане была рекреационная зона, то есть предполагалось, что это будет общественная пространство. Сейчас там общественно-деловая озера, которая позволяет застройку 9 этажей, по-моему, там. Короче говоря, многоэтажную застройку, пожалуйста, строй, памятник. Это значит, наше медностроительное решение. Почему? Никому непонятно. Дальше поехали. Вот. Опять гостиницы ходят. Как это ни странно. Вот памятник Муравьеву Амурскому. Это вид от костела. Вот когда мы стоим рядом с костелом, мы видим два таких выдающихся здания, которые перекрывают панораму. Это не Гасландург. Причем построены они гораздо ниже, на улице Пушкинской. Гораздо ниже костела. И тем не менее, вот такой эффект. Это говорит нам о том, что в этом городе нельзя просто так ничего проектировать. Все нужно проверять очень тщательно. В результате мы получили вот такие досадные ошибки. Анна Вадимовна, а как при действии 34-го приказа фактически было возможно вот такие здания построить? Вот так. Понимаете? То есть временами этот приказ начинал действовать. когда как-то надо. А когда не надо, то не То есть это такой период был, когда это все было возможно. Это здание Газпромбанка, оно лет пять назад было построено из современных материалов, современных постадок. Не раньше. Это давно уже не что тут надо сказать. Да, было вот такое. Но поскольку я в то время уже не служила в этих органах охраны, поэтому ничего вам конкретного не могу сказать, как это все получается. Вы наверное слышали о тех делах, которые сейчас у нас в земельной сфере происходят. Я не говорю фамилии, потому что это длится очень давно и не только с этими фургантами, а издалегаемыми. Тут на этих фотографиях видно. Например, по улице Светланской у нас отведено множество земельных участков. Например, на территории ансамбля офицерских регистрей под застолье. Посмотрите кадастры. Там все разрезано. Хотя законодательство не позволяет этого делать, но оно есть, и оно внесено кадастры. А кто согласовал этот план? А кто согласовал этот план? Это же я так понимаю проектировщик подает на согласование проектная организация нарисовала, его подали на согласование, и человек оценив ставит свою подпись согласован. Наверное, я не могу вам сказать про все. Это понимание, это тема целого не расследования, но исследования. Ну, расследование на самом деле. Хотелось бы ближе к расследованию. Но я не в полномочии наделать расследование, поэтому я могу исследованию. Хорошо. Как бы вы подходили в данном случае к вопросу? Как это нужно организовывать для того, чтобы не создавалась такой ситуация? Надо закону соблюдать. Очень просто. Очень поздно, понимаете? Так все написано. В том три дела. Хотим соблюдать за полном. Но вы сами говорите, как это получилось, неизвестно. Как получилось на Светланской, прямо на площади, борцам Заблась Советов, вот это синее нечто прямо на памятнике архитектуры? Как это получится? Здесь, кстати говоря, видно еще одно здание на самом верхнем за костелом. Там у нас торчит металлистов дом 5. Это свечка, одна из трех, в которых должно было построено три свечки. Построили только одну, Соколовская свечка, как раз таки Соколовая принадлежит. тоже абсолютно Да, и сейчас там объявили, что там будет реновация. В настоящее время, к счастью, там были до этого еще утверждены зоны охраны костела, и это те, кто это взял вошел, там зона регулирования застройки есть, но если там какую-нибудь реновацию, если там ограничение, до трех этажей. Ну, они переделывают ОЗИ Ленхоз, они ОЗИ Ленхоз, прямо вот ниже Нобеля, выделила себе отдельно, то есть, там было не больше трех этажей, они выделили себе новый кусок, до того, как Позняков убежал, и сделали девять этажей. Вот просто легко. Сами себе разрешили, потому что инспекция охраны объектов культурного наследия, в принципе, на все согласна. Ну, вы сейчас мне про инспекцию говорите, давайте про город поговорим. Давайте следующий кадр. И вот проанализировано несколько проектов, к сожалению, можно сказать, что то, что выставляется на совет, архитекторы показывают все в выгодном свете, да, свои проекты, и когда что-то невыгодно для них, то они этого просто не показывают. И решение иногда, в общем-то, градусовет это коллективный такой разум, да, который всегда подходит в результате все равно есть рациональное взрывно в их рассуждениях и решениях, но надо сказать, что не всегда протоколы градусовета отражают реальный ход обсуждения, высказывания, замечания. Вот, например, вот этот проект был отправлен, как мне говорят члены градусовета, он был отправлен на доработку. Если вы посмотрите, что нам сообщают средства массовой информации, там написано, что проект одобрен, все хлопали в ладоши и все будет очень хорошо. Мало того, там заявлено, что все требования охраны памятников выполнены, а на этом месте тоже охранные зоны утверждены. И там максимальная высота 25 метров. Если вы посчитаете этажи, то сам будет гораздо больше. А как можно такое там же бункер находится на месте Суханово, где как раз недавно совсем прекратили стройку. по другим обстоятельствам, но слава богу. За академией прокуратуры. Ну и вот значит у нас это вид с вершины почтовой сутки, где у нас памятник с координатами на Дневосток зафиксировано. И открывается круговая панорама оттуда. И вот если это предыдущий проект был бы осуществлен, то вот эта левая часть она на половину была бы закрыта. Дальше поехали. Не будем останавливаться. следующий план. Ну это все а проект ужасный. Опять наследится. То есть понимаете вот Светланская она везде как наполнена воздухом и светом который бьется с южной стороны. Это здание суда. Оно разниломает концепцию улицы Лозова оно закрывает ее. А это советская постройка это 50-е годы. То есть оно завершает как на оси улицы Лозо стоит. Но с одной стороны да закрывает с уровня Светланская закрывает но если вы на самый верх подниметесь например на Суханово на перегрестах Лозо стиль город и масштаб здания и собственно говоря постановка здания на оси улицы это тоже прием классический то то есть в данном случае он может быть не очень не месяц долго следующий давайте это пролистаем и вообще давайте это все закроем откроем там есть ПДФ письмо не письмо а я не подписывалась я не знаю кто здесь у меня тут даже паразит вы это запройте вы сможете запройте ну просто с того же места открыть другой файл а какой файл тут же папку там папка проект наверное называется правил 24 06 24 приложение красное ответ вот белое красное не белое приложение вот это как он называется да 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 это вот как раз я перехожу к той теме о строительстве так называемого рыбного рынка который он теперь уже не рыбный рынок а он то есть это речь идет вот об этой площадке вот здесь расположен спортивный клуб соком помните это здание в стиле модель очень красивая внизу стоит там где памятник а рядом с ним памятник кащикову да это память к невестному а это памятник морякам кроме этих объектов здесь во время строительства моста были утрачены еще памятный знак в честь поевки а второе это памятный знак на месте выброски миноносца скорой это революционные события они такие неоднозначные но факт тот что это объект внесенный перечень объекта культурного наследия и подлежащий охране сейчас его нет он располагался где-то под мостом там где охора а его не переносили его просто ровно вы все знаете он в общем-то целый но ненавист так вот значит речь идет о застройке вот этой площадки голубого цвета покрашивая именно на ней предполагается создание этого объекта давайте чуть-чуть пониже поднимите наверх чтобы видно было вот вы видите здесь как это будет выглядеть вот как сейчас и как будет вот как сейчас панорама вообще я считаю что вот эта пледовая площадка и под мостом где стояли моряки и вокруг моряков вот она большая такая длинная площадка это самая главная видовая площадка города потому что на ней мы можем рассказывать всю историю города начиная начиная от входа через пролив бахморо-восточный первых из кораблей Невельского рядом стоит памятник и заканчивая современной историей мостом через бухту золотый урок и эта площадка сама как видовая точка просто это ценность нет других городов такого и близко даже чтобы на центральной улице на внизу где так сказать просто люди ходят и такая высота была то есть фактически доступ к морю да да то есть это связь с морем которая непосредственная и визуальная и композиционная вот эти панельников и вот тот объем который проектируется который в интернете в будущем это около 19 метров ну вернее так у них 16 написано но это от уровня земли плюс эксплуатированная кровля то есть это еще метр еще метр два на выход на эту кровлю сделать какой-то объем должен быть и плюс два метра от моря то есть абсолютная отметка где-то 21 метр получается до верха этого сооружения и вот когда мы построили вот эти лучи зрения мы делали разрез вот я тут его так на котором очень все точно совершенно видно что на каком уровне и в каком сочетании с памятниками мы будем видеть это сооружение вот что получилось вот это общая панорама если мы будем поворачивать голову а внизу они немножко сутрились вот это то что сейчас воспринимается в секторе взгляда человека вы как стоите под памятником прям видите вот ограждение памятника и видите вот в таком секторе вот эту панораму и вот что вы будете видеть ну то есть полностью перекрывается весь плюс само назначение этого объекта там какого развлекательное значит а если это рынок то это вообще промышленное какое-то назначение потому что оно должно включать в себя огромные холодильники установки там деборканы подъезд значит каких-то реприжераторов там не знаю стоянки и все остальное прочее давайте дальше поднимемся вот вот что мы будем видеть находясь на площадке перед памятником тут плоховато видно да то есть за памятником море не будет хорошо следующее да море не будет видно вообще не только море но даже силуэта противополомного берега не будет то есть получается что это верх крыши верх объекта он будет выше человеческого роста если человек стоит на площадке перед памятником ну и вот Неверской то же самое то есть этот объект находится посредине между двумя этими отмечениями чрезвычайно важными я бы сказала что это символы нашей цивилизации здесь на Дальнем Востоке два этих объекта Неверской который открыл нам эти земли и благодаря которому мы здесь вообще все живем и моряки которые отдали свою жизнь между прочим там более четырехсот человек то есть это памятник четырем ста погибших и двадцати пяти кораблям и вот такое и конечно вот вот эта морская панорама она является частью композиции этих объектов то есть это было заложено изначально и на это была сделана ставка вообще людей специалистов верностроителей которые выбирали место для этих объектов и в 1890 ой в 1894 году там и в 1960 когда строили памятник ПВК Ну Вадимовна получается это подход точечной застройки уже даже на уровне каких-то таких как они называются даже не жилая точечная застройка а корпоративная точечная застройка Ну хоть как обзови коммерческая 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 безусловно коммерческое сооружение которое Анна полностью отгораживает береговую линию от города то есть у нас получается вся вот эта концепция спуска от города к морю да то есть она вся полностью перекрывается там на том же Кунгасном то есть вся первая речка полностью перекрывается доступ к морю столетие перекрывается доступ к морю то есть вместо центр ну вы знаете я насчет жилой снастройки здесь трудно сказать а там коммерческая сживая мести понимаете это решается планировкой здесь же речь о другом о том что это вещи которые составляют основу духовного опора я понимаю но получается просто вот эти сакральные как раз такие вещи да то есть здесь мы видим в частном примере что у нас нарушается именно в историческом центре города да но продолжение этой истории оно происходит повсеместно в городе то есть там где у нас возможно даже в таких сакральных местах сделать подобное что говорить уже о других да то есть у нас есть абсолютная систематика они должны обсуждаться широким вообще всем городом глобальным строениям хотелось бы задать вопрос можно ли этот вопрос задать у нас же есть какая-то база где короборода задали и каков ответ от него еще не дождались соответственно дождались от администрации города подписки написали что обратились в инспекцию по охране поведения можете именно создать наследие понимаете когда мы обращаемся в управление архитектурой и градостроительство вроде как мы пытаемся сказать об архитектуре и о градостроительстве как об искусстве но об этом нам ничего не говорят это как бы вот за пределами что ли их компетенции градостроительство у нас перестало быть вот тем чему нас учили в институте вы же озвучивали сегодня сказали что нужно следовать букве закона и я так понимаю что эта вся ситуация нарушает букву закона но если человек подписавший в нарушение буквы закона может быть его привлечь к ответственности за это видите как мы не сможем это сделать но мы безусловно хотим обратиться если не будет решения решения именно такого который позволит нам наши святые места сохранить то мы будем дальше работать а у меня вопрос раз уж у нас есть градостроительный совет ну так называемый градостроительный совет где один горожанин и десять застройщиков сидят может быть тогда необходимо действительно какой-то градостроительный совет из настоящей из граждан ну то есть раз уж граждане являются работодателями ну вообще-то тем кто должен по идее соблюдать законы в первую очередь особенно проекты на таких местах которые имеют значение не только для города даже а вообще для страны для всей памяти федерального значения не иску а можно с другой проекты должны обсуждаться всенародные можно зайти с другой стороны мы говорим мы там молодежная столица мы там привлекаем туризм туристов куда водить туристов на рыбный рынок это отдельно это тоже я об этом всегда говорю что показывать что мы можем вообще я вот например встала в пробку и сюда 30 минут шла пешком это просто какой-то экшен потому что лестниц нет тротуаров нет а вы знаете что память морякан давайте еще экстремальный туристический код вот у нас память был вообще-то построен как раз вот с выходом к морю то есть у него существовали по бокам лестницы которые спускались раньше у него был совершенно других пропорций постамент со стороны моря он выступал в этот памятник и дальше переливался вокруг моря чтобы пешеход был два раза больше со стороны моря он как бы выступал из подпорной стены понимаете вот этот постамент и там была клумба и там значит было все благоустройство которое надо и дальше планировалось еще в конце 19 века заметьте нет в конце 19 века памятник морякам я говорю о нем ну понятно вы же показывали фотографию и еще в конце 19 века уже было благоустройство которое сейчас отсутствует традиции вот это наследство вот это которое нам градостроители показали сохранить и нам передали и оставили мы все это просто уничтожали потому что при переносе памятника морякам вся его композиция искажена кардинально то есть исчез вот этот постамент высокий который со стороны моря был сейчас его отодвинули вообще в углу площадки значит страшная совершенно подпорная стена которая со стороны моря вообще то есть он совершенно изменил свои пропорции и характеристики этот памятник лестницы вниз отсутствуют их нет а там кстати вот этой площадкой под мостом сохранились те рестницы но они там есть и я к тому что это все постепенно постепенно так вот понемногу все уходит разрушается и как нам сохранить это все я считаю что это вообще по отношению вот к этому памятнику морякам которые погибли в войну это гранич с поступлением погиб особенно в наше время когда наши воины терпуют силы должны откуда-то терпить и эти силы появляются когда они вспоминают о примере наших отцов и дедов смотря на это будут делать их и вот это еще знаете недавно я нашла пост где прямо исследования социальные проводили и выяснили что молодежь оказывается не хочет работать в компаниях которых лозунги провозглашаемые руководством о том что социальные всякие там разные порядки они на самом деле лживые то есть одно говорится а делается совсем другое и молодежь уходит из этих компаний то есть они исследования провели есть старая поговорка не надо учить детей учить и себя дети будут повторять если у нас мы провозглашаем всякие лозунги насчет Великой Отечественной войны о том что нужно хранить память и беречь так сказать все это передавать потомкам все эти вещи а на деле получается нечто совсем не скажи пожалуйста застройки вот эти все они делают просто так либо вносят в какой-то документ что эта территория будет застраиваться да конечно образован земельный участок земельный участок передан дворянцу застройщику и дано разрешение на строительство в 2022 году разрешение на строительство бунтана понимаете я хочу сейчас сейчас речь идет о том что нужно разрешение тут тут нужно заметить заметить нужно что есть общественные слушания они проводятся но доступ к этим общественным слушаниям мы в принципе во первых не имеем доступа да то есть нужно прям сидеть и мониторить причем не просто по названию какого-то объекта по названию какой-то улицы а доходит до того что прячут за названием участка то есть номер участка кадастрового причем даже не того кадастрового участка а соседнего которому эта привязка происходит это во-первых а во-вторых что самое классное на текущий момент общественные слушания вообще стали необязательными то есть нам теперь отвечают уже когда проигрывают в общественных слушаниях то есть нарушение чиновники проигрывают горожанам они говорят что да нам ваше мнение не сильно это и важно было ну возьмем пример общественные слушания на шестовке холодильник присутствовало ноль человек слушания состоялись состоялись а никто толком-то все это заувалировано так что ты ну я просто хочу сказать мы с коллегами а мы можем запросить общественные слушания ну хотела я просто на чему вот я везде хожу наступаю насчет этого чтобы как можно больше количества людей во-первых осознало эту тему и может быть поддержало потому что я считаю что такое строительство это вечное вечное напоминание будет просто конец конец нашему сообществу здесь конец нашему сообществу не только здесь закон вступивший в силу в феврале 24-го года об изъятии земли у россиян из собственности может поставить точку вообще существовании нашей страны как таковое потому что лишить россиянина собственности земли это вопрос спорный это я про земельный кодекс по которому будут изымать земли для строительства из собственности на таком представитель десантливе да да как-то да и всего лишь по проекту застройщика то есть коммерческая организация отдала проект наш градостроитель его подписал и все и земли изымаются из собственности от коммерческие нужды то есть государство переработает себя в коммерции и этим самым лишает россиянина его земли может поставить прям точку на существовании государства или государственности или россии мне так кажется потому что люди готовы вставать на защиту своей земли как во вторую мировую сам уже конечно это принципиальный вопрос и вот я считаю что вот этот вопрос тоже очень сильно принципиальный давайте дальше провернем вот это с уровня корабельной набережной как это будет выглядеть например от памятника и от спортивного клуба сокол ну по сути это еще один хаят причем значит защитники этого проекта говорят что да вот сейчас там никто не ходит нам нужны эти памятники это будет новая точка притяжения для горожан будут ходить вот будут кушать в ресторан а я вот была зимой в ноябре где-то прямо от морозива пальцев фотографировала несколько человек там ходили приезжие командировочные так я чуть не экскурсию там провела потому что им было очень интересно история да вот и поэтому если тут не встать вообще стильнее не знаю это самое сердце города недаром вот где стоял памятник морякам там стояла первая церковь деревянная которую построили первые солдаты высадившиеся на этом берег там такой быстрый рельеф помню там еще была метеорологическая площадка перед моряками под мостом сейчас это место под мостом и оно изменено там снесли уже этот выступ под мостом где лет не кинотеатр будет и чуть-чуть левее под мостом прям где стояли моряки вот их же принесли вот вот прям проекция под ними тут стояла первая церковь деревянная понимаете вот для церквей для церквей выбирают места так же как и для монумента потому что монументы это тоже духовные какие-то концентраты которые передают нам из прошлого будущего и дальше нашу историю передает нам наверное надо сейчас еще два человека как минимум может быть сейчас потихоньку начнем передавать уже а можно вопрос в завершении касательно памятника Невельскому вот какова рекомендация нынешнему условно назовем его город-зеленхозу касательно деревьев то есть вопрос какой у нас граждане со стервенением относятся даже когда у них дерево гнилое во дворе убирают санитарным соображением и кронируют кроно отрезают многим деревьям вот здесь это не столкнется ли с таким встречным течением для раскрытия памятника Невельскому и добавим характеристикам то есть вот чтобы защитники деревьев не стали на дыбы и не подняли на дыбы и не подняли на дыбы отчетков вот почему защитники деревьев не встают на дыбы когда выберут деревья перед рекламными щитами вот посмотрите внимательно вот эти вот огромные рекламные щиты значит вот как выезжаешь на партизанский проспект что-то меньше прогресс есть как на улице крыгина у нас просто рекламный щит и под ним огрубки вот такие стоят почему я наверно отношусь защитникам деревьев мне кажется просто что проблема кроется в том что у нас либо 0 либо единица да то есть просто под 0 вырезают деревья и цепляют вот допустим можно вокруг памятнику Невельского да то есть можно освободить его для видимости да то есть вместо этого просто пошла коса на камень и спилили все подчистую ну например да не коронирование сделали а просто все спилили все вокруг как это было на Пушкинском ну здесь вот у нас на Пушкинской да то есть здесь же просто все поспиливали при этом замещение не предусмотрено что как бы ну немаловажно ну это отдельный вопрос потому что конечно он очень но по сравнению вот с этими глобальными вопросами застройки ну очень по сравнению они изменят дарой немного еще давайте быстро после шума мне кажется ну я собственно говоря вот рассказала вам об этой проблеме вот и ну я думаю что если будет какая-то петиция если будет какое-то какое-то письмо открытое то я думаю что можно будет кинуть кличи и да действительно подписаться да это тем более что опять же да все начинается с каких-то сакральных мест и перебирается как ну было замечено уже да то есть застраивают золотой рог бухту золотого рога прямо с воды и делают это даже здесь а потом это все растягивается в мастер-плане мы смотрим ну я не знаю кто-то видел нет то есть можно там на канале у меня есть мастер-план есть все эти выкладки и растягивают это все на всю остальную бухту золотого рога на бухту амурского залива то есть все это это везде делается поэтому я думаю что защиты даже с таких вот точечных то есть где-то что-то должно зарождаться в защиту уже ну хотя бы таких мест начинать ну я очень надеюсь что вот сейчас идет последнее так сказать согласование по поводу регламента вот этого достопримечательного места исторический центр Владивостока как я уже сказала но предмет охраны уже утвержден поэтому вот эта площадка ледовая является предметом охраны достопримечательного места поэтому теперь есть юридические расхования уже как-то это отставить если потребуется в суде ну мы есть к сожалению горький опыт отстаивания в суде горький не для нас слава богу а для инспекции по охране объектов культурного наследия где собственно инспекция по охране объектов культурного наследия проговорилась о том что у нас 30-этажные дома должны быть в центре историческом городе как раз таки те самые регламенты которые сейчас утверждаются они не устроили правительство приморского края потому что они хотели 30-этажки строить на всей вот этой вот территории надеюсь что скоро времени этот вопрос прожжется но вы предоставляете пока что люди пока никто не торопится я думаю что если вдруг устали то можно общем каким-то голосованием перенестись на следующий понедельник но в принципе я думаю что пока всем интересно у меня тут презентация под названием перспектива развития Владивосток городского округа если кому интересно это про мастер-планы давайте давайте очень интересно давайте флешку да конечно давайте флешку и мы сейчас все это дело вашим пока флешка вставляется я хочу сказать историю нашей борьбы то есть мы боремся против этого рынка с 2000 года узнали где-то в девятнадцатом примерно в двадцатом году первый раз мы написали письмо губернатору против рынка и в том же в том числе мы там делали предложение чтобы заменили в генеральном плане общественно-деловую зону на рекреационную вдоль набережной так мы получили картинку куда смотреть в двадцать втором году мы написали второе письмо губернатору администрации города в двадцать четвертого это раз два года мы пишем и каждый раз у нас картинки как называется все страшнее и страшнее то есть если начиналось с высоты этого рыбного рынка 18 метров сейчас уже 26 подписано и в двадцатом году мы предупредили сделали презентацию под названием спасти бухту золотой рог спасти набережную бухты золотой рог и вот я там выступала наверное в ДВФУ я скоро читала лекцию в географическом обществе где только эту лекцию не читала толком ноль после этого после вот этого выступления активного в двадцатом году сделали вышло постановление о разрешении на строительство то есть чем больше мы шумим тем больше они быстрее активизируют свою деятельность и пытаются построить в четвертом году вот сегодня мы получили ответ от администрации города буквально то это долго читать смысл тот что короче не мешайте отстаньте мы будем мы все новую сделаем как нам надо смысл такой администрации города значит уволить надо просто 28 мая мы послали письмо губернатору Шестакову и главному архитекту новому Глушкову а прокуратуру не пробовали на все следующие а мы получаем сейчас ответы собираем папочку и как там процедура не знаю я думаю что с поддержкой населения да то есть все-таки ну понятно архитекторы ну сколько сотня тысячи человек но число второе опять же если например брать какие-нибудь рой российская общественная инициатива создавать собирать подписи то можно вполне сработать как-то для этого собственно говоря мы выходим на общественность для того чтобы все участвовали и помогали надеюсь что надо сказать что в интернете идет обсуждение очень интересные результаты есть есть такая на самом деле мы не планировали только одну встречу мы планировали серию встречи можно будет развивать развивать это потому что наверняка да можно будет и больше какую-то площадку придумать можно что-нибудь скажу на последок нет говорите мы прям очень ждем перспективы градостроительного развития Владивостокского городского округа у меня тут просто телефон есть значит перспективы так следующий можно округа волнуют горожан жителей Приморского края и давно и то есть это было довольно давно уже предполагали еще в 60-х годах начиная с идеи Большого Владивостока до теперешнего 23-го года когда был сделан стратегический мастер-план на весовской гломерации то значит эти перспективы меняли свой вид и содержание и за эти годы наработано множество проектов по перспективам развития города и его прилегающей территории то есть границы Большого Владивостока а позднее Владивостокской агломерации то расширялись то сужались и что предполагалось включить в нее обширные территории в том числе даже славянку Артем Уссурист хотели включить и находку хотя знаете какие-то расстояния а среди последних наработок по теме градостроительного развития Владивостокского городского округа это во-первых генеральный план правила землепользования застройки Владивостокского городского округа проект планировки нового города спутника Владивостока концептуальный мастер-план Владивостокской голлаберации концепция вот и все концепции идут концепция видения стратегии мастер-плана Владивостокской голлаберации уже 23-го года строительство Владивостокской на лицевой дороге проектная документация достопримечательное место исторический центр города Владивостока которое вы подробно почти познакомились и вот вопрос как эти проекты вообще сочетаются друг с другом не вступают ли они в противоречии почему информация о мастер-плане до недавнего времени была строго конфиденциальна очень интересно а кто вообще ее делает стрелка КВ-стрелка 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 это что? КВ-стрелка Москва Москва а почему заказы? молодежная компания а почему заказы? то есть кто-то кто даже никогда не был в Владивостоке правильно? они были это через год закупки значит является ли мастер-план документом территориального планирования? нет имеет ли он юридический статус? содержится ли в градостроительном кодексе Российской Федерации понятие агломерации? нет будет ли решена транспортная проблема города? перспективы рикада? и что ждет исторический центр Владивостока? это все вопросы я читала полтора часа могу если как-то Анна Вадимовна с любовью рассказывает ее можно три часа читать давайте мы хотя бы какую-то часть сегодня прочитаем хотя бы начнем может быть вы нам что-то просто расскажете хотя бы вкратце на самом деле это крайне интересно с учетом того что Анна Вадимовна рассказала то как по идее с исторической точки зрения вообще должен был развиваться город Владивосток какой этажностью он должен был быть какие перспективы раскрываться вот это логическое продолжение которое очень интересно потому что мы уже знаем какой-то бэкграунд который вот прям должно было быть можно только про эмирацию например давайте мы с чего-то начнем и просто на следующий например понедельник если там ничего не будет против то есть мы прям сделаем следующую встречу все хорошие происходит по понедельникам я просто насколько понимаю просто по понедельникам у нас есть возможность в этом зале если мы найдем какое-то другое помещение больше потому что даже сейчас уже тесновато чуть-чуть то мы сможем наверное в какое-то другое время сделать потому что это прям действительно важная тема от того как должно быть к тому как к чему мы движемся и причем движемся абсолютно в мороке молча и что делать и что с этим делать да это крайне важная история а нас касается только Владимир Восток или Дальний Восток тоже вас интересует нас интересует весь Дальний Восток но пока что ну как бы любой шаг любой путь начинается с первого шага да квартира подъезд двор улица ну и дальше поехали по нарастающим да потому что каждый я на Кушкинской начинает каждый сидящий да нам на самом деле ведь когда к нам приезжают люди когда к нам приезжают знакомые мы а куда пойти что посмотреть и что что поглядеть а вы извините ставите пресс или кто я ну Анна Вадимовна знает я наверное тут общественник который просто да за всех и сразу ну за себя завершим вот то что Анна Вадимовна тут говорила то есть надо какую-то от КПРФ какую-то сейчас петицию что вот послушали что вы подобраете например нет у нас нету против этого рынка или что нам КПРФ по большому счету КПРФ нам предоставила это помещение помогло с тем чтобы организоваться да то есть дело в том что так или иначе линия партии да то есть о том что люди это первостепенный да ресурс который у нас у нашей страны есть то есть народ равно государство и в этом мы с ними совпадаем я не состою в партии лично и многие здесь сидящие не состоят петиция поэтому да я к тому что никакой особой ватыс собрание толк какой а толк познавательный все начинается с осознания того что происходит знакомство многие мы познакомились и я уверен что многие не знали про рынок про существование этой проблемы в принципе да что есть такие люди как вы с 2000 года существует да то есть ну опять же когда-то в какой-то момент я начинал свою борьбу маленькую и опытом обогащаясь да сейчас меня там допустим зовут куда-то и спрашивают как нам бороться то есть с чего начинать мы записали видео которое будет распространяться в интернете нас очень сильно интересуют школы нас интересуют сады нас интересуют парки нас интересует вообще благоустройство города памятники да зато на русском острове построили шикарную школу музыкальную федеральную которая стоит пустая там сейчас каникулы мы там были на экскурсии она рассчитана всего лишь на 100 человек 250 то есть 100 музыкантов 100 полициями занимаются ну я там был прям учебном процессе сумасшедшие там заложены там даже каждый рояль какие-то миллионы строит то есть на вот эти вот деньги можно было обеспечить несколькими школами даже даже перекрыть а новые районы строятся нет музыкальных ну то есть мы музыкальные 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 обычных школ у нас уже есть родительский комитет у нас есть комитет учителей которые тоже с переполненных школ не могут ничего с этим поделать перегруженные классы перегруженные школы рассыпающиеся школы там будут таланты из которых прекрасных условий только где-то там поэтому в принципе да то есть как мы без базиса без понимания того как должно это все строиться то есть надо начинать начните сначала как оно должно строиться как оно должно развиваться как это предполагалось и соответственно как сейчас какой запрос давать общественности к нашему государству в частности чиновникам да то есть городской нашей агломерации как это сейчас называется к нашему губернатору то есть потому что нам заезженную фразу мы вам тут построим новое ЖК это будет точка притяжения граждан или там горожан это набившая оскомину фраза то есть оставьте пожалуйста сопку там змеиную в покое а мы вам тут ЖК построим и будет видовая площадка ну например смотрю у вас красноречие не перебьешь то есть за это время ему за половину будет докладом что рад стараться будем слушать или пошли гулять слушаем внимательно слушаем вы сейчас определяете качку вопросы позадаем вопросов было много а мы мы окей окей тогда мы определились на месте что мы сейчас Ане Вадимовне задаем вопросы по поводу исторической части и на следующий тогда понедельник скорее всего заслушаем вот этот доклад уже полностью на три часа как вот прям чтобы с любовью как вы говорите не могу говорить я коротко все делаю с любовью чтобы прям с любовью и ну давайте вопросы тогда задавайте вопросы только учтите что я не работаю в госоргане я не могу выйти на вопросы на которые нам интересно ваше видение не обязательно как это ну или как это должно быть например лучше скажите как должно быть хорошо не сказать ничего ну давай так я могу пока дополнить что вот в этой работе тоже принимала участие и у меня был раздел анализ совместимости охраны документов территориального планирования с требованиями охраны памятника вот и там целое было обследование совмещали наши ограничения по использованию памятников с решением генерального плана и самое интересное что бросалось в глаза что зона исторической застройки вовсе не совпадала с теми документами по охране объектов культуры наследия то есть гораздо меньше было территории занято под историческую застройку которая у нас цикла 12 там обозначалась общественная деловая 12 ОД12 ОД12 и высота там этажей почему-то высота здания 25 метров почему 25 метров неизвестно то есть рекомендации были такие во-первых к этой цифре прицепились сразу что это 25 это вовсе не нельзя исторический масштаб не исторический масштаб то есть каждый раз надо быть индивидуально в каждой своей зоне разная может быть если рядом стоит одно этаж значит делайте пожалуйста не больше трех а вот скажите были слайды где была историческая планировка показана и разные вариации развития вот там очень хорошо было видно что разряженность очень большая то есть есть место есть парки есть какие-то зоны отдыха все достаточно так масштабно сделано но при этом есть пространство есть воздух сейчас получается у нас в каждую маленькую крохотную какое-то место засовывают новый дом диктует что в документах территориального планирования во всех начиная от самого общего генеральном плане проекты планировки должны учитывать объекты культурного наследия их территории и зоны охраны это значит что когда утверждена утвержден проекты зоны охраны ну например на какой-то пособода вот у нас утвержден давно уже проекты зоны охраны на участок от спортивной гавани до Алиутской и от Семеновской до Шетландской вот эта территория была разработана и утверждена значит после этого генеральный план и ПЗЗ должны вноситься изменения в соответствии с требованиями к градостроительным регламентам которые разработаны в зонах охраны если в зонах охраны написано что нельзя строить выше 10 метров то этот регламент должен войти в генеральный план но этого у нас не произошло скажите почему как смотрите вот пример у нас идет по высоте по высоте зданий на крутом рельефе у нас же там высота здания отчитывается от наивысшей точки на рельефе на рельефе на рельефе да тоже мы разработали там такое требование у нас же здание кашкадное как бы одним я сейчас уже не помню про миллионку точно но вот это условие чтобы не превышало каждая каждая часть здания например не перекрывало три этажа то есть каждое ниже стоящее здание перекрывает только три этажа следующего не к этажам а по отметкам по уровню земли это же разная бывает то есть постарались как можно более подробно разложить чтобы не получалось так что мы на площадке строим свечку и это как бы эти регламенты соответствуют чтобы она так каскадно и формировалась если она против людей каким образом у нас получается так что участки выделяемые не накладываются на территорию другого дома фактически отнимают у него часть территории и оставляют его даже вообще без подъезда и без ничего это градостроительные нормы которые сейчас просто перестали действовать почему в принципе в городе не соблюдается любые законы перестали действовать так же как и вы я утерялась когда я еще была следом градусовета я немножко уточнюсь да то есть люди говорят и ну я просто понимаю 612 кз это у нас по краевой закон по охране объектов тоже культурного наследия и благодаря этому закону вот здесь буквально рядом за личной подписью губернатора у нас выделили зону регулирования застройки прямо возле памятника и воткнули туда гостиницу ну которая вот сейчас она втыкается в данном случае около ключевой 5 ключевой 5 да совершенно верно и удивительно да то есть закон который по идее должен защищать у нас разлиновал просто территорию возле дома ну так же возле моего дома так же да разлиновали то есть вот причем переходы зона регулирования там не одна бывает вот здесь вот одна да то есть с гостиницы впихнули только одну зону а у меня допустим возле там Володарского там их 7 по-моему если я не ошибаюсь зона регулирования 1 граничит зона регулирования 6 то есть самая тяжелая с самой легкой и никакого перехода нету хотя по идее должен быть какой-то градиент ну это видите результаты исследования непосредственных ну да да рельеф влияет как это воспринимается на рельефе ну да я ощутил когда габионы съехали граница это не значит что дом должен проектироваться должен прямо на эту границу установить а там даже по ГПЗУ строят и там все дорожает давайте тоже давайте переймать европейский опыт то есть первый раз когда нам пропихнули на 15% уменьшения расстояния между домами за счет озеленения как раз это было благодаря Новикову который сталкер передача с его инициативой было сейчас у нас потихоньку готовят к тому что окна в окна это прекрасная перспектива надо гражданское лобби организовывать потому что я тоже узнялась когда я видела проекции где между двумя перед первой речкой помещается наверх подъезжаешь в первой речке слева там проектировали между двумя девятиэтажками по-моему там где церковь стояла там комсомольская комсомольская там 12этажки 4-3 и туда впихивали в первой речке и участок вот такой вот стоят прямо под подъезд люди в подъезд значит не могут зайти даже получается они по чужому участку пошли а вот интересно у нас в исторической части вы совсем ничего не сказали про фортификационный сооружение глобальная причем тема да то есть уникальный город который построен уникально внутри крепости и тем не менее то есть насколько я знаю что у нас даже новострой вот то ли два капитана как они там на Игершельде которые строились повредили как раз фортификационные сооружения там начало все затапливать то есть геодезия делается кое-как по-моему да алые паруса по-моему там что-то где-то затронут как раз-таки фортификационные где-то начало затапливать я сейчас вот ну не может быть потому что батарея там токаревская батарея маркирная она находится на вершине а все эти дома ниже ну может быть я что-то путаю но тем не менее даже может быть там дома какие-то у нас по-моему это огромная тема это третий надо собираться я могу рассказать мы готовы каждую понедельную чемпион мы готовы 15 лет занималась крепостью когда работала в агентстве по управлению памяти и я достаточно хорошо изучила этот объект и мы занимались в том числе реставрацией правда конечно это чисто фрагментами там но тем не менее нам удалось вернуть исторический облик каким-то объектам это достаточно интересно у меня тут тоже презентация а вот сейчас на Борисенко когда кстати не вошел насколько я знаю как раз в достопримечательное место где там хотели снести часть казарм снести часть какого-то не вошло в границы да то есть и очень быстро появился застройщик который говорит а давайте надстроим два этажа на лицеи да то есть а для этого нужна большая территория снесем памятники там же казарм целую кучу снесли насколько мне известно на Борисенко уже снесено там вояки когда были извините военные в пользовании их были эти казармы там целый городок там несколько зданий просто были заброшены в течение лет двадцати наверное может быть их снесли ну я насколько знаю снесли порой же которые стоят недавно совсем сносили на фуникулёре сносили тоже низ был сделан это жилой дом а ты никогда жилой дом жилой дом очень приличный симпатичный жилой дом опять же на фуникулёре который признали ветхий да что еле-еле как снесли такой ветхий что еле как снесли на фуникулёре стоит памятник где собрания проходили как они господи революционные третий или четвертый год с дыркой в крыше Гоголя 27 Гоголя 27 а Гоголя 27 а теперь что там никого нет сейчас на продажу выставили его выставили сейчас на продажу распинали еле как инспекцию прям реально пинали через прокуратуру чтобы она какое-то предписание вынесла в адрес инспекции инспекция подала формально в суд на ВГУЭС ВГУЭС проиграл суд и просто выставил на продажу третий или четвертый год здание стоит просто с дыркой в крыше при этом ну насквозь но всеми метрами дождями библиотека Горького библиотека Горького на самом деле Гоголя да стоит здание Лотос угол зато библиотека Арсеньева у нас в частных руках под офис Сбербанка сдается товарищем Исаковым очень легко и просто это прямо возле мэрии города Владивостока А, это библиотека Фадеева А, Фадеева Фадеева Я могу ошибаться много очень информации но тем не менее Ну это городское здание там когда-то располагались городские отделы я тоже там работала И оттуда КамАЗами вывозили все книги а потом просто под офисы Сбербанка все это сдали Нет, ну в общем Сбербанк более-менее чем ничего там профсоюзы сдают Сбербанку город сдаёт профсоюзам и существуют дела судебные по которым городу ничего не платится то есть огромные долги профсоюзов причём сдаётся за копейку пересдаётся за огромные деньги ну то есть это вот отношение к памятникам да то есть я немножко не понимаю как так выходит что у нас передаются в какие-то частные руки с тем чтобы вот мы хорошо мы развиваем мы что-то делаем но по факту получается совсем другая история та же вот сегодня упоминали Володарского 19 как раз вчера и сегодня должна была проходить комиссия там насколько мне известно строительная там же обрушился склон там ползёт склон сейчас вниз в какой-то момент просто приехали экскаваторами начали всё выгребать это в 20-м году было и сейчас всё это дело начало обрушиваться обрушаться там проложили какие-то трубы как раз таки к магнуму да то есть сейчас никто даже не имеет никакого представления как эти трубы оттуда извлечь потому что ну фактически не повредив здание ну непонятно как это делать да вопросов огромное количество к сожалению к сожалению к сожалению